То представление о науке, которое было в школе, оно сильно отличается от того, что я увидел в реальной жизни. Сегодня я занимаюсь силовой электроникой, конкретно системой электропитания, микрогридами. Преобразую энергию от уже имеющихся источников, мы можем сократить потери на ее передачу до потребителя и тем самым обеспечить высокую эффективность всей системы. Еще со школы я планировал заниматься научной работой. Правда, то представление о науке, которое было в школе, оно сильно отличается от того, что я увидел в реальной жизни. И тем не менее, уже в школе я увлекся электроникой и понял, что именно эта область меня больше всего интересует. И уже осознанно поступал в университет на специальность промышленная электроника. И после этого стал продолжать исследования в области электропривода, вовлекся в научную группу своего научного руководителя. Сегодня я занимаюсь силовой электроникой, конкретно системой электропитания, микрогридами. По сути, это одно из приложений тех знаний, которые я получил, обучаясь в университете, в аспирантуре. И эта область в большей степени интересна благодаря ее перспективности, востребованности на сегодня, ну и самой главной важности. То есть те результаты, которые мы получаем, мы знаем, что они точно будут использоваться, будут полезны. И это нас мотивирует работать дальше. То, чем мы занимаемся, это действительно важно. Из своей узкой области это может быть некий скачок. На самом деле, часть большого крупного исследования, которое проводится учеными со всего мира. Мы рассматриваем систему, состоящую из нескольких источников энергии и потребителей. Эта система объединена в единую сеть, сеть малой мощности. Из-за сеть малой мощности мы ее называем микрогрид. И в этой сети нет главного устройства. То есть режим работы выбирается автоматически, даже без информационного канала между участниками этой системы. И наша задача была, как в такой системе, повысить качество электрической энергии, конкретно напряжение. То есть уменьшить пульсацию напряжения, особенно когда в сети работает много потребителей с импульсным режимом работы, с нелинейной нагрузкой. И мы придумали алгоритм, ну на самом деле три алгоритма. Один из которых, наиболее последний, который мы сейчас активно развиваем, это алгоритм так называемого частотно-селективного подавления пульсаций. Алгоритм позволяет определять, какое устройство формирует искажение. И вводить компенсирующее воздействие таким образом, чтобы остальные потребители этих искажений не видели. Сегодня очень часто вот такую концепцию построения энергосистем называют интернетом энергии. В этой концепции интернета энергии особую роль играют интерфейсные модули, преобразовательные модули на основе электронных устройств. И эти устройства, по сути, представляют собой классическое устройство силовой электроники. Они предназначены для преобразования параметров энергии, в том числе и рода тока, величины напряжения, частоты напряжения и так далее. И без этих устройств, по сути, сама концепция была бы нереализуема, поскольку тогда бы подключаемые источники энергии были бы просто неуправляемы. Преобразуя энергию от уже имеющихся источников, мы можем сократить потери на ее передачу до потребителя и тем самым обеспечить высокую эффективность всей системы. Несколько лет назад мы начали разработку источников электропитания для аэродромов. Устройства очень интересные и востребованы для нашей страны, особенно в стратегических программах освоения северных территорий, арктических территорий. По сути, это источники питания, которые обеспечивают самолет электрической энергией. Когда он находится на аэродроме, его основные силовые установки отключены, например, во время его предполетного обслуживания. Устройство является классическим примером силового электронного преобразователя, то есть того самого устройства силовой электроники, которое, если простым языком говорить, преобразует параметры электрической энергии, которые мы имеем в сети, к той, которую потребляет самолет. У него есть специфическая частота, специфический уровень напряжения и специфические режимы работы по несимметрии. И вот обеспечение спектра этих показателей более просто, эффективно, надежно выполняется с помощью именно электроники вместо механических преобразователей, которые сегодня зачастую распространены у нас в стране. Перспективным способом обеспечения энергии относится построение электростанций на основе солнечной энергетики или ветроэлектростанций. Причем на арктической зоне очень много территорий, которые богаты этими природными ресурсами. И вот наш проект отчасти занимается этой проблемой, то есть занимается локальной задачей по управлению такими комплексами, без которых их функционирование будет просто невозможным. На сегодня действительно чувствуется, что все больше молодежи вовлечены в научную работу. Приятно видеть молодых, энергичных, целеустремленных ребят с горящими глазами, которые хотят действительно познать что-то новое, сделать что-то полезное для окружающих. И для этого у них есть огромный спектр возможностей. Поддержка идет на уровне университетов, на уровне государственных программ. Очень много выделяется грантов, возможностей для прохождения стажировки, в том числе и за рубежом. И приятно смотреть, когда студенты эту возможность не упускают, молодые люди действительно развиваются, работают над собой, над своими проектами и делают весь мир этим лучше.